вот это лучшее место в нашем товариществе в нашем поселке да мне брат называет поселком правильно я я бы тоже так называл здесь улице здесь свое место жительства как знаешь на базе отдыха на базе отдыха там при еще приезжаешь когда на месяц то есть ты живешь там кто-то еще приехал на месяц тут еще живет тоже в домике тоже там улице и вот это какой-то такой временный некая модель быта я не знаю как бы такая модель голода игрушечные здесь тоже самое я кстати слышу про то что максим леонидов у себя где-то каком-то поселке назвал улице лысо пресли это уже думаю тут раздать название улице вот лишь 10 лесной уголок полностью вот этот дом в лесном углу то есть конечно тут с освещенностью проблема хотя солнце он оттуда пялит летом и в общем хорошее место понимаешь еще раз говорю что каждый человек находится каждый из нас в неких условиях которому даны уже в которых он попал то есть взаимосвязи ментальные духовные материальные с тем где он вот появился как он вот в майнкрафте появился в каком-то в какой-то определенной точке соответственно эта точка это как какая-то уже данность которая с которой исходя из которой надо как бы уже работать по крайней мере на данный момент каждый из нас появился какой-то определенной точке и на жизнь это тоже данность то есть поскольку ты живешь я живу вот понимаешь это вот то что вызывает во мне какую-то вот это противоречия противоречия еще раз говорю мысли моих космических мыслей с тем что я продолжаю жить каждую секунду что все зависит от каждого нового удара сердца что мне нужно вот все вот это тепло и и женское и семейное я полностью в этом в этом все погружен при этом при всех своих космических мыслях вот поэтому еще раз говорю что я вывел следующее что дикар сказал мыслью что действительно существую я считаю что мы наоборот мыслью значит не существую да и вообще кстати говоря еще интересный был вопрос сама мысль она является может быть тоже частью жизни понимаешь вообще на мой взгляд мысль это такой же щуп вот ты руками трогаешь ты мысль еще только смысл это орган чувств орган восприятия как бы инструмент взаимодействия с окружающей не то чтобы реальностью с какой столько 100 к системой координат потому что реальность мы ее можем пощупать только в определенном ее с как бы слое понимаешь вот этот забор мы можем пощупать потому что у нас рука находится на этом в этой же системе координат в этом же уровне координат такая же рука она могла бы быть здесь же совершенно не смогла пощупать этот забор и мысль тоже самое я думаю но это дал кружок сейчас я буду уже гулять с братом вечерние запахи так далее я совершенно не упираю ни на какое одиночество ни на какую автономность это все условно это все условно возможно я продолжаю тебе говорить что если ты хочешь как-то изменить ситуацию что-то приобрести новое это нужно здесь очень аккуратно очень гибридно очень дипломатично что-либо рвать категорично вот так узнаешь а вот раз там что называется как тузик грелку хорошо базе циклопедию все такое это неприемлемо то есть даже вот в музыке понимаешь музыки когда вот во фразировке допустим ты да и выиграешь мелодию вот из какие-то тычки что-то резко это и делаешь это девяносто девять и девять десятых процентов случаев это не работает очень плавно очень все сообразного течения вот и вот по восточному как вот ты поддаешься потоку и течешь вместе с потоком потом земля продавливается а потом раз и маневр там уже делаешь то есть видишь как будет поток кто уже с ним сроднился можно уже как-то поворачивать куда-то то есть осмотрелся ситуацию как оценил но рвать что-то не 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 высказывать агрессию неуважение к окружающим нет даже если как говорится тебя поливают говном в ответ этого делать не следует ни при каких обстоятельствах только должен люби миролюбия как бы плохо к тебе не относились понимаешь так